Пока это просто участок леса, но он уже выкуплен. Здесь неравнодушные жители Владивостока собираются построить реабилитационный центр для бездомных животных. Это пытались сделать многие, но так далеко и основательно еще никто не заходил. Екатерина Кириллова и ее друзья пристраивают и выхаживают бродячих кошек и собак уже 8 лет. Под их присмотром сегодня находятся 90 питомцев. Места всем не хватает, нужна новая площадка. Сейчас у нас разрозненные территории, это съемные для кошек помещения, для собак территория, плюс это наши собственные квартиры и стационары клиник, что довольно дорого. Приюта, где можно навсегда оставить животных во Владивостоке в принципе нет, как и закона, который бы боролся с бездомностью. Строительство реабилитационного центра абсолютно частная инициатива. Деньги собирают всем миром. Минимально необходимая сумма около 10 миллионов рублей, но это на весь проект. А сейчас сбор открыт на полтора миллиона. Если на первом этапе мы просили, естественно, деньги и финансы, потому что на покупку земли, то сейчас мы просим и стройматериалы в том числе. Если у кого-то есть металлопрофиль, трубы, доски, щебень, экскаваторы, он готов предоставить, это не за 700-800 рублей в час, как работники, а бесплатно, то ради бога мы всегда готовы принять. Проект размещен на краудфандинговой площадке. Любой интернет-пользователь может принять в нем участие. Фиксируется каждая копейка. Новости о строительстве обновляются регулярно. Пока все собаки живут в пригороде Владивостока. Например, Айза попала сюда два года назад. Ее нашли в центре города с очень тяжелым кожным заболеванием. Волонтеры ее вылечили, а затем доставили в новый дом и сейчас пытаются найти для нее новых хозяев. Всего на передержке фонда 12 собак. Все они были подобраны на улице. Пристраивать таких друзей крайне тяжело. А вот ухаживать за ними нужно постоянно. И кормить, и выгуливать, делать прививки. За прошлый год мы пристроили порядка шести собак. Статистика не очень хорошая. Люди редко берут к себе. В квартиры, естественно, сложнее взять собаку. Частных домов у нас не так уж и много. Если люди по деревням, то они сами там находят себе щенков. Плюс надо не забывать о том, что собаки у нас все с какой-то непростой судьбой. Им нужна социализация и немножечко другое отношение. Брать новых подопечных пока некуда. Участок, где живут собаки, небольшой, всего 200 квадратных метров. Ситуация может улучшиться только через пару лет. И то есть опасения. Мы, конечно, очень боимся, что для людей это будет не местом, где можно прийти и забрать животное, а местом, в которое можно принести животное. И мы пытаемся людям сказать, что нет, это не приют, не туда, куда можно сдать. Потому что в любом случае это ограниченное. Несмотря на то, что это 25 соток, это все равно ограниченное количество животных. Реабилитационный центр будет рассчитан на 145 кошек и 45 собак. Причем в доме поселят не только животных, но и волонтеров для постоянного контроля. Планируется ежедневный приезд ветеринарного врача, а для собак занятия с кинологом. Инициаторы проекта надеются, что воплотить задумку получится через два года. Все зависит от неравнодушия и участия граждан. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.